В Омске прошел учебно-методический сбор, на который съехали священнослужители, окромляющие вооруженные силы Российской Федерации. Обсуждались текущие вопросы взаимодействия церкви с военными. Подробности в сюжете наших коллег. В этом году сбор войскового духовенства, который ежегодно проводится в разных городах Российской Федерации, решено было провести в Омске. В Омске открылся он молебном Воскресенском военном соборе города. Совершил богослужение епископ Калачинский и Муромцевский Петр. Возглавил сбор начальник отделения по работе с верующими военнослужащими, управление по работе с личным составом Центрального военного округа Игорь Агафонов. Подведение итогов дает нас возможность поделиться богатым опытом, который имеется у каждого нашего батюшки, у каждого штатного помощника. В форуме приняли участие 19 священнослужителей разных родов войск, Центральных органов военного управления и военных образовательных организаций, должностных лиц по работе с верующими военнослужащими видов вооруженных сил из военных округов Екатеринбурга, Абакана, Челябинска, Оренбурга, Самары и других городов Центрального военного округа России. Лучшие представители военного духовенства были награждены почетными грамотами. Омскую митрополию на сборе представляли священнослужители военного отдела епархии. Именно воспитание воинов в вере, службе Отечеству, воспитание тех христианских качеств, как заповедал нам Христос, нет выше той любви, чем положить душу свою за други своя, что наше духовенство в частях воинских подразделениях Центрального военного округа и старается проповедовать. На совещаниях в Омской духовной семинарии участники сбора обсудили вопросы духовного окормления военнослужащих, а также посетились с экскурсиями Омский военный кадетский корпус и музей автобронетанкового инженерного института. Познакомились и со специальной железнодорожной техникой 48-й военной части. Благодаря созданному в 2009 году Институту военного духовенства, армия России возвращается к своим историческим корням и традиционным духовным основам служения Отечеству.